В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В муниципалитете сразу по нескольким адресам идет ремонт подъездов. Все те работы, которые запланированы, они согласованы с жителями. Самые современные технологии в Виновской клинической больнице – новый энгенотелевизионный аппарат. Оборудование российского производства ничем не хуже иностранных аналогов. Долгожданная школа появится в микрорайоне Новомолокова. Для начальной школы мы предусмотрели 300 мест, для среднего и старшего звена 525 мест. В Ленинском округе сразу по нескольким адресам идет реновация подъездов за счет средств текущего ремонта. Комплекс технических мероприятий включает реконструкцию инженерных сетей, входных групп и внутренних подъездных помещений. На собраниях жители сами утверждали перечень необходимых работ, а также размер их финансирования. Подробности у Инги Янчук. По адресу Жуковский проезд 14 идет ремонт подъезда, шпаклевка стен и обустройство входной группы. Жители приняли непосредственное участие в благоустройстве дома, ведь именно они выбирали дизайн подъезда и даже определились цветом стен и плитки. В этом году планируется у нас ремонт входной группы, ремонт внутри первого этажа, ремонт кровельного покрытия на козырьке. Все те работы, которые запланированы, они согласованы с жителями данного дома. Ремонт подъезда за счет средств жителей на данный момент проводится по 60 адресам. Четыре точки будут благоустроены по губернаторской программе. Данный вид работы проводится за счет средств текущего ремонта. То есть жители несколько лет копили средства на счете текущего ремонта. Управляющая компания составила дефектную сметную ведомость, жители ее согласовали и на основании этого проводятся работы по ремонту подъездов. Также на территории Московской области у нас действует региональная программа, губернаторская региональная программа «Мой подъезд». Там будут проводиться работы с софинансированием из бюджета. 30% администрация оплачивает, 70% со счета также текущего ремонта жителями. В подъезде также кипит работа. Здесь подготовлены ящики для пожарных гидрантов, почтовые ящики. А как мы узнали, жители ремонтной работы не смущают, ведь каждый находится в приятном ожидании нового вида родного дома. Такие перемены очень радуют, становятся гораздо светлее и надеемся на то, что там ремонт, который сейчас проходит на входной группе, дальше поднимется на все этажи и наш дом станет действительно образцово-показательным. Какого-то особого шума и особого дискомфорта мы не ощущаем, потому что видим это только, наверное, утром, когда уходим на работу, а в остальном все отлично. Очень положительно отношусь к ремонту этого подъезда. То, что взялись за капитальный ремонт подъезда, очень и очень хорошо. Я ожидаю, что будет очень красивый подъезд. Каким бы ты хотела видеть свой новый подъезд? Красивым, чтобы там висели почтовые ящики. Ремонтная работа по адресу Жуковский проезд 14 планируют завершить к 10 августа. Ждать осталось совсем немного, а результат будет радовать долгие годы. Инга Ячук, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. Одну из экстренных операционных в Виновской клинической больнице укомплектовали новым рентгенотелевизионным аппаратом с передвижной СИДУГОЙ. Это оборудование позволяет лечить пациентов, используя самые современные технологии, и качественно улучшить ход хирургических операций. Слово Максиму Козлову. Рентгенодиагностический передвижной аппарат с СИДУГОЙ помогает врачам проводить необходимые рентгенологические исследования непосредственно при подготовке, проведении и после завершения операции. Данное оборудование позволяет буквально в режиме прямого эфира точно собирать все сложные переломы, фиксировать с соответствующими имплантами. И в свою очередь позволяет минимизировать дозировку облучения интероперационного. Естественно, все это проводится в соответствующей защите медперсонала и пациентов. Произнося словосочетание прямой эфир, врач не оговорился. Действительно, аппарат показывает все нюансы хирургической операции, помогает контролировать производимые вмешательства, что повышает их эффективность. Весь персонал врачей и медсестер оперблока прошли инструктаж, прошли обучение, как правильно, в полном объеме и с максимальной результативностью работать на данном оборудовании. Это уже четвертый аппарат такого типа в Видновской клинической больнице, но нового поколения. В частности, производитель повысил точность и качество снимков и сделал ряд улучшений для удобства использования устройства во время операции. Оборудование российского производства ничем не хуже иностранных аналогов. Это не единственное оборудование, у нас в комплекте их несколько. Поэтому в случае каких-то технических сложностей у нас есть всегда замена, подстраховка и прямая связь с компанией и производителем. Аппарат не только показывает ход операции, но и позволяет хранить в памяти до 20 тысяч снимков. Максим Козлов, Максим Константинов. Видное ТВ. Уже несколько лет для посещения футбольных матчей требуется карта болельщика или фан-айди. Это исключительно цифровой документ, который позволяет приобрести билет или абонемент на игру. Он хранится в личном кабинете. На портале госуслуги содержит идентификационный номер, полное имя и фотографию владельца. Для оформления цифрового пропуска нужно войти в свой профиль на госуслугах и выбрать услугу карта болельщика. Подтвердить личные данные и контактную информацию с помощью закранпаспорта, биометрии и загрузить портретное фото. Если этих данных на портале у вас нет, то придется посетить МФЦ. После верификации документ появится в личном кабинете, подтверждение займет некоторое время. С вашей готовой карты болельщика вы будете готовы к посещению футбольных матчей. За период с 15 по 21 июля на территории Ленинского округа произошло 6 пожаров. Основные причины возгорания – аварийный режим работы электросети или электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем. МЧС предупреждает, во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо помнить, что помимо возгорания в частных жилых домах и квартирах, пожар может возникнуть и в придомовых постройках. Особо опасно ночное время, когда человек спит и не может проконтролировать, как огонь распространяется и становится угрозой жизни и здоровья. А также в группе риска – дети. Не оставляйте их без присмотра, в том числе и в запертых жилых помещениях. Мы рекомендуем проговаривать с детьми порядок действий при пожаре. Оставляйте ключи в тех местах, где дети знают, и как правильно открывать двери изнутри. Обязательно проговорите номера телефонов вызова пожарных подразделений – 101 и 112, чтобы ребенок смог самостоятельно, в случае наличия телефона для связи, вызвать пожарные подразделения. Оставляйте правильные адреса, полные, место жительства. Кроме того, можно вместе с детьми научиться пользоваться огнетушителями. А самым эффективным средством обнаружения возгорания на начальной стадии являются установленные на потолке дымовые пожарные извещатели. В жилом комплексе Новомолокова приступили к подготовительным работам на месте строительства будущей школы. В этом микрорайоне учебное заведение станет первым и долгожданным для детей и их родителей. Подробности у Натальи Буслаевой. Школа, рассчитанная на 825 учащихся, будет построена в самом центре жилого комплекса Новомолокова. Одно из преимуществ образовательного учреждения – шаговая доступность для жителей микрорайона. Участок полностью подготовлен. Сейчас мы как раз будем заниматься вырубкой деревьев с 1 августа, организацией временных дорог и постановкой забора. В жилом комплексе проживает много молодых семей с детьми школьного возраста. Маленькой Ане пока всего 2,5 года, но ее мама Джамиля Пархова рада, что когда дочка подрастет, сможет учиться в новой современной школе рядом с домом. Для всех новомолоковских жителей вопрос для того, чтобы дети ходили в школу здесь, потому что молоковская школа – это все равно автобус, это все равно минут 15 ногами, и для первоклассников это тяжело. Поэтому я думаю, что здесь будет очень удобно, если будет выстроена школа для комфортного проживания. По проекту четырехэтажное здание образовательного учреждения будет компактной формы с минимальной площадью внешних фасадов и необычной планировкой. Для строительства школ мы используем только качественные, безопасные материалы и выбираем для оформления интерьеров природные цвета и фактуры. Все входы в школу мы сделаем на уровне земли, без порогов и перепадов. Так будет удобнее и безопаснее. В средней и старшей школе будет расположено более 30 специальных учебных кабинетов для разных обучающих направлений. В школе мы предусмотрели систему Wi-Fi и много кабинетов с магнитно-маркерными досками. Также мы уделили внимание для спецклассов, будут классы и есть в сознании, IT-классы и технологические трудовые зоны, оформленные по последнему слову техники. Также мы особое внимание уделяем общественным зонам – актовый зал, игровые пространства, библиотека. Для начальной школы мы предусмотрели 300 мест, для среднего и старшего звена – 525 мест. Классы рассчитаны на 25 учеников, чтобы детям было комфортно. Благодаря большим окнам в классах всегда будет много света. Особое внимание уделили спортивному блоку. Большой физкультурный зал позволит проводить внеурочные занятия или совместные уроки с двумя классами. В ЖК «Первый квартал» – город Видное. Там уже функционирует детский сад и строится школа на 1675 мест. В принципе, можно отметить, что фасад школы и фасад детского сада будет сделан по одной технологии – с клинкерным кирпичом декоративным, который тоже принесет свою изюминку в ЖК «Ново-Молоково». А главной точкой притяжения школы станет многосветный атриум с витражным остеклением для уроков, собраний, кинопоказов и театральных постановок. Все работы планируют завершить к четвертому кварталу 2026 года. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok